Доброе утро, уважаемые трейдеры! Собственно, мы открываем неделю, снова стараемся обращать по максимуму внимание на то, что на рынке происходит. Я, как и всегда, с взятым на себя обязательством делюсь с вами информацией, которую обсуждают на рынке. Информация, которая, как ни крути, но оказывает в каких-то инструментах большее влияние, в каких-то меньшее. Но то, что это информация, которая учитывается ценами и закладывается трейдерами, особенно долгосрочно ориентированными, в возможность достижения каких-либо будущих горизонтов для разных валютных пар и не только, скажем, инструментов рынка. Это абсолютно справедливо и для рынка облигаций, и для рынка ценных бумаг. То, что эти новостные факторы и события влияют на то, что на площадках происходит, это совершенно очевидный факт. Его не нужно доказывать, он не требует какого-то подтверждения. Именно поэтому, друзья, мы с вами работаем с фундаментом, поскольку именно оценка всего происходящего на рынке является одной, хоть и из, скажем, набора, но все-таки одной, возможно, даже самой важной частью в принятии инвестиционных решений. Как и всегда, у нас традиционный набор инструментов, мы сегодня поговорим о них и будем следить за тем, как отрабатываются идеи и что с инструментами происходит по мере появления новых инвестиционных вводных на площадках. Хочу сразу отметить, друзья, то, что эта неделя уже не такая насыщенная на фундамент, как прошлая. Все-таки не может быть столько, конечно же, катализаторов за короткий промежуток времени. Но несколько событий есть, на которые мы обязательно обратим внимание. Их упускать из вида нельзя. Это статистика по инфляции США. Это отчет, который будет обликован уже, собственно, завтра. И в среду мы с вами ждем ручные продажи тоже по штатам. Напоминаю, что мы в одном шаге мартовского заседания ФРС. И чем больше мы сейчас получим с вами сильных отчетов, тем более уверенной будет позиция представителей ФРС в принятии решения о процентных остатках. Я думаю, что доллар еще, хоть и в какой-то части отработал это событие, то, что в марсе ставки все-таки поднимут, но какой-то процент неотработки еще сохраняется. И, возможно, он сможет быть легко конвертирован в несколько, скажем, десятых, а может быть, даже побольше процентных роста для американской валюты против основных его конкурентов. Будем надеяться, что доллар сможет показать характер и против защитных оппонентов, в частности, франка и японской валюты. Ну, давайте теперь поговорим поподробнее. Начнем мы с нефтянки, которая, собственно, продолжает держаться чуть выше 65. Вроде бы как появляется повод, фундаментальные события, на основании которых «Медведи» продавливают инструмент ниже 65. Мы с вами, будучи уверенными в том, что это давление в этот раз будет более результативно, чем прошлое, рассчитываем сразу на то, что «Медведи» смогут затащить все бренды в район 60, но новостная картина немного меняется и котировки снова уходят выше 65. Рынок — это борьба сейчас покупателей и «Медведей», хотя справедливо, наверное, это в отношении каждого инструмента, но, говоря про нефтянку, это борьба, которая уж точно опирается на те локальные отчеты, которые выходят. Для рынка нефти — это статистика от Администрации аналитической информации, где мы анализируем запасы и с еще большим оценком делаем ставку на динамику роста нефтедобычи и пятничный релиз нефтеседственной компании «Бэкер Кьюз» по числу нефтяных терминалов. И, соответственно, рынок уже смирился с тем, что штатам нужно оттягивать этот статус с того, что именно они формируют настроение на площадках. Раньше это был ОПЕК, сейчас мы понимаем то, что Соединенные Штаты Америки своими амбициозными планами, которые постоянно пересматриваются планами по увеличению нефтедобычи и пересматриваются с повышением, конечно же заставляют трейдеров, которые следят за тем, что происходит на рынке нефти, немного переживать за балансовость состояния спроса и предложения, а самое главное — переживать за то, удастся ли все-таки усилиями ОПЕК, которые сейчас действуют, нейтрализовать избыточные показатели по запасам, которые характерны для мировой экономики. Если бы не было США, либо каким-то чудом когда-то удалось Штаты сделать участникам вот этого значительного пакта, конечно же, друзья, мы сейчас говорили бы о крайне высоких ценах на нефть и смотрели бы только исключительно обучие горизонты. Но мы знаем то, что Штаты не обременены никакими обязательствами, поэтому ждем с нетерпением каждый отчет по объему нефтедобычи, еженедельному приросту, и эту статистику абсолютно недовусмысленно тут же отыгрываем в динамике инструментов. То есть, обращая внимание и оглядываясь на отчеты прошлой недели, помните, в среду отчет администрации электрической информации, рост недельной нефтедобычи свыше 80 тысяч, то есть это то, что позволило нам говорить о том, что совокупное производство Штатов уже превышает 10,32 миллиона, Штаты неуклонно движутся к своей ближайшей цели 10,6, и эта цель будет реализована и достигнута в самое ближайшее время. Соответственно, для того, чтобы протащить нефть еще неже, нам нужно было бы дождаться только позитивной и нужной для продавцов статистики от Baker Hughes. Ну, это какая статистика? Это рост числа терминалов, потому что рост количества платформ мы с вами сразу же ассоциируем с тем, что такая динамика отражает интерес к нефтепроизводству, и, соответственно, чем больше платформ, тем и больше будущие показатели нефтедобычи. Но вот в этот раз, друзья, в пятницу, несмотря на то, что мы хотели бы, будучи продавцами, увидеть поддержку и от этого релиза, к сожалению, она поддержала продавцов, потому что количество нефтяных терминалов, по данным Baker Hughes, снизилось на 4 единицы с юбилейной достигнутой планки в 800 единиц до 796. И фактически у нас был прерван шестинедельный тренд роста вот такой статистикой, которая уже была с, скажем, знаком минуса, с сокращением количества платформ. Ни в коем случае не нужно особо из-за этого паниковать, и вообще не нужно паниковать. Мы берем это слово из лексикона в отношении сейчас нефти, потому что, ну, 4 единицы – это ерунда в любом случае, учитывая ту тенденцию, которая сложилась, и ничего не стоит, скажем, на этой неделе наверстать потери и оказаться даже выше планки 800 единиц. Поэтому, друзья, мы с вами увидим котировки 60 долларов за баррель, но произойдет это так быстро, насколько быстро мы сможем получить поддержку сразу от двух отчетов – это от администрации аналитической информации по росту объема добычи и от количества нефтяных терминалов, то есть о подтверждении растущей тенденции. Возможно, это случится уже и на этой неделе, но самое важное – сценарий номер два – нужно ждать хорошей подходящей точки для продаж. Сценарий номер один – приоритетный – это продавать, потому что мы видим то, что рынок сразу же отыгрывает любой фундамент соответствующим образом, я имею в виду через распродажу, фундамент, который позволяет нам снова говорить о штатах, о том ключе, о котором я уже, в принципе, говорил. Хочу еще больше видеть продавцов, потому что мы все правильно делаем, статьей, подтверждением. Эта статья была опубликована в минувшие выходные в «Острич Жорнал», где четко озвучена якобы позиция назревшего раскола, который в определенных высказываниях уже становится очевидным для большего количества распрюблянтов, которые следят за таким тотальным новостным фоном, складывающимся вокруг нефти. И этот раскол связан с двумя лидирующими, скажем так, представителями ОПЕК – Саудовской Аравии и Ирак. Соответственно, в первом случае Саудовская Аравия выступает за то, что нужно придерживаться договоренностей и нужно выполнять взятые на себя обязательства. И по-прежнему, несмотря ни на что, создавать условия, при которых котировки могли бы держаться на высоких значениях. И есть Иран, которые выступают уже за то, что нужно выйти из соглашения, потому что текущие, скажем, результаты вот этих договоренностей, они уже превзошли ожидания. И если в этом соглашении оставаться дальше, скажем, до окончания 2018 года, геополитическая карта энергетического рынка будет полностью переиначена. И окажется так, что основное место на вот этом, скажем, полотне будет принадлежать уже Соединенным Штатам Америки. Поезд еще не ушел, но для того, чтобы зацепиться зубами за ту долю, которая еще осталась, и попробовать все-таки отбить определенный процент, нужно сейчас снова запускать станки производственной мощности и нужно снова начинать разгонять объемы их добычи. Соответственно, эта борьба, я думаю, между Саудской Аравией и Ираном внутри ОПЕК будет продолжаться, друзья. И чем более, скажем, явно и очевидно она станет, тем больше у нас будет с вами пищи для размышления о том, что ОПЕК реально может на определенном этапе просто сдастся выйти из этого соглашения. Для нас это самая главная, крутая новость, которая тут же может резко обвалить нефтянку. И когда эта новость произойдет, и когда она станет достоянием общественности, никто не знает, друзья. Но в этот момент лучше находиться в верном направлении рынка, потому что потери могут оказаться существенными. Рубль 56.75. Я предлагаю в целом сейчас не зацикливаться на российской валюте. Если вас интересуют перспективы данного инструмента, можете посмотреть в прошлый обрет. Там ничего не меняется, ждем ослабления и ждем, что потенциал обвала, а возможно уже и реальная динамика, все-таки приведет к соответствующей геволюции российского валютного инструмента. Доллар, японская иена вот здесь, с вашего позволения, чуть подзадержимся, потому что окончание прошлой недели было довольно интересным по событиям для данного до этого валютных активов, потому что у нас изначально был новостной фон, который снизил градус геополитического, скажем, накала страстей. Это снова с обращением нашего внимания на то, что мы раньше обсуждали, отношения США и Северной Кореи. Так вот, то, что позволило рассчитывать на какое-то улучшение в этих отношениях и снижение геополитической напряженности. То, что, собственно, лидер Северной Кореи признал, лучше сказать, обозначил готовность заморозить ядерную программу. Но будет ли это так или иначе, зависит от результатов переговоров, которые должны пройти встречи между, собственно, лидером данного государства и Трампом. Поступила уже и официальная реакция США. Скорее всего, эта встреча действительно состоится, но произойдет она по ориентировочным и, скажем, озвученным срокам в мае. То есть, может быть, седата еще изменят, но давайте ориентироваться пока на это. Соответственно, рынок, точнее, не рынок, а трейдеры, которые делали большой акцент на спрос на защитные инструменты, все-таки свежие воспоминания того, каким последствиям могут приводить обсуждение негативного формата в данном ключе, немного выдохнили и, соответственно, это позволило американской валюте укрепиться. После этого мы с вами переключили наше внимание на Банк Японии, потому что Банк Японии в очередной раз пересматривал денежную политику, но, как вы помните, никаких изменений обозначено не было. Ставка припозитом на прежнем уровне минус 0,1%, таргет по 10-летним облигациям в районе 0%, и на пресс-конференции руководство подтвердило важное сохранение мягкой экономической политики. Это еще одна причина, по которой доллар немного выросся, а японская валюта пошла вниз. В целом у нас в пятницу был достигнут максимум 107,04. Я надеюсь, что при положительном раскладе и исходе для нас, как для покупателей доллара, в случае хороших данных по индексу потребительских цен и ироничным продажам, американская валюта против иены снова сможет протестировать данное значение. Потому что, как ни крути, но доллар вроде бы как уже примирился с тем, что Трамп будет проводить протекционистскую политику. Да, может быть, в забегах на длительные дистанции что-то еще в плане трендовых изменений произойдет, и, может быть, мы откажемся от сильного доллара против иены, только против иены. Это очень важно. Но сейчас я предлагаю снова сфокусироваться, как на прошлой неделе мы это делали в отношении отчета «Нонфарм Пэрлс», сейчас сфокусироваться на данных по инфляции и попробовать отыграть их логичным образом. Ожидания хорошие, соответственно, есть предпосылки увидеть дорогую американскую валюту. «Нонфарм Пэрлс», которые замыкали, собственно, прошлую неделю, в целом не расчаровали, потому что уровень безработицы так остался на отметке 4,1%. Как вы помните, это минимальное значение за последние 17 лет и держится на этой планке уже 5 месяцев подряд. Динамика прироста новых рабочих мест 313 тысяч существенная. Существенно мы превзошли прогноз, потому что он был на отметке 200 тысяч прошлый. Показатели также были пересмотрены с повышением. Явное подтверждение того, что американская экономика продолжает динамично создавать новые рабочие места. Но вот немного расчаровал показатель по росту заработных плат, потому что в годовом выражении мы просили с 2,8% до 2,6%. Признаю, друзья, есть риск того, что на фоне недостаточных темпов роста заработных плат, может быть, и инфляция будет расти не так динамично, как нам бы хотелось это видеть. Но все-таки давайте посмотрим за фактическими цифрами, за теми реальными результатами, которые мы получим уже завтра по индексу потребительских цифров. И поговорим уже о фактах. Пока я, надеюсь, не теряю, не считаю то, что выход еще одного сильного счета, уж тем более такого, который напрямую влияет на позицию представителей по процентной ставке, может разогнать вероятность мартовского повышения уже до 100%, и позволить нам спекулировать уже, как мы раньше хотели это делать, опираясь на определенные высказывания Джерома Пауэлла, спекулировать на идеи четырех повышений процентной ставки, которые по-прежнему актуальны. Самое главное, чтобы в ближайшие дни ничего не произошло с геополитическим фоном, самое главное, чтобы те регионы, которые сейчас являются уязвленными решением Трампа выведения дополнительных торговых барьеров, все-таки попробовали проявлять оппозицию не контрмера аналогичного характера, а попробовали вывести администрацию, собственно, США на конструктивные, продуктивные переговоры, в результате которых могли бы быть достигнуты те моменты, положения и такие компромиссные начала, которые устроили бы всех участников будущих новых торгово-партнерских отношений. Вероятность этого есть, что Трамп пошел на определенные уступки в отношении Канады, на отношении Австралии, в отношении Мексики, но там, конечно же, все-таки и территориальные близости, понятно, что у них совершенно другой характер отношений, учитывая действующие северо-американские торговые альянсы НАПТО. Но вы помните, что Трамп сделает уступки, пойдет на уступки для этих государств только в том случае, если с их стороны будет обозначена ратификация тех соглашений по НАТО, которые нужны Соединенным Штатам Америки. И в этой связи я снова хочу вернуть вас к той идее, которую мы обозначили еще, получается, больше недели назад, что все, что затевалось относительно ведения вот этих барьеров, это была попытка все-таки надавить на Канаду, прежде всего на Мексику, наверное, подавляющим образом на Канаду, чтобы они, канадское государство, осознало тот факт, что Трамп не блефует, и он готов принимать очень важные, ответственные и даже судьбоносные для мировой экономики решения. И, возможно, его план сработал, потому что Канада действительно трохнула, и сейчас, думаю, что будет более уступчивый о переговорах по НАТО и согласиться на многие положения, которые раньше казались невероятными и абсолютно невозможными для канадского партнерства, американского канадского партнерства. Ну, посмотрим, друзья, как будут обстоят дела дальше. Сейчас мы видим то, что канадский доллар на фоне обозначенной позиции Трампа, что эти барьеры могут не касаться Канады. Доллар канадский отреагировал ростом, и к тому же канадскую валюту в пятницу поддержал еще и рынок труда. Организация снизилась с 5,9% до 5,8%. Ну и нефтяка тут же ростом, скажем, заключительным аккордом тут же стала фактором поддержки для канадской валюты. Мы отошли от нашей с вами цели 1,30. Нам не хватило там полпункта, чтобы коснуться этого уровня. Сейчас мы откатили в район 1,28. Друзья, не нужно сейчас расстраиваться. В этой связи не нужно ставить крест на слабости канадцев, потому что картина очень быстро может измениться. К примеру, нефть просядет на 3%. Стоят новые подробности переговорческого процесса по НАФТО. И мы снова начнем с вами, к примеру, обсуждать не такие уж и скорые перспективы ужесточения политики в Канаде. И если все это будет приправлено еще и снижением котировок нефти, как я уже отметил, ну тогда мы снова начнем работать с обратной динамикой, и юздикация все-таки доберется до отметки 1,30. Я думаю, что эту цель мы снова можем обознать в качестве, скажем, самой реальной на ближайшее время. Вот на предстоящие 5 полноценных торговых сессий. Пока что не торопитесь разворачиваться. Нету каких-то суперсистемных поводов, чтобы мы отказались от продаж канадца. А если их нету, ну не нужно тогда умудрить и, скажем, поддаваться тем изменениям, локальным изменениям рыночных настроений, которые произошли. В общем, я думаю, идея понятна. Юздикатор, лично я вижу длинные позиции и жду отметку 1,30. По евро-доллару в четверг мы просели, в пятницу скромная динамика, даже несмотря на новую пару параллс, но все равно евро-доллар находится в нисходящей тенденции. Сейчас котировка 1,2319, и здесь в качестве причин слабости европейской валюты можно было отметить еще и мягкие комментарии Драги, которые, конечно же, оправданы после последних слабых данных по уровню индексу потребительских цен. Но сейчас еще очень живо обсуждают тему, пострадает ли Европейский Союз от действий Трампа по введению импортных пошлин. Конечно же, пострадает. Я вот хочу, чтобы вы осознали, что вроде бы как Еврозона, Европейский Союз, Германия, автомобильный холдинг, промышленность, а, соответственно, наибольшая, скажем, заинтересованность именно в сохранении теплых отношений по работе, скажем, данного сектора и без каких-то барьерных, без барьерного импорта, который должен был быть сохранен в прежнем случае. Но я хочу отметить, друзья, то, что на тот же самый Европейский Союз по импорту стали приходится около 25% всего импорта, который идет США по стали. А это значит то, что вот этих барьеров может быть чреват потери для Европейского Союза около 30 миллиардов евро. Это только касательно данного сектора и, собственно, данного решения, которое уже все обсуждают. А если же все-таки Трамп пойдет дальше? Если Европейский Союз сейчас активно начнет вызывать к идее, что они не, скажем, претендовали на то, чтобы создать какую-то угрозу для национальной безопасности США. И если такой угрозы не было со стороны Европейского Союза, значит, те действия, которые приняты США, это действия, которые идут вразрез со сложившимися принципами торговых отношений, которые были определены еще правилами ВТО. Соответственно, если это будет представлено в данном ключе, то у Европейского Союза будет возможность вызвать КВТО и искать справедливость в этой организации. Но, как уже отметил Трамп, если Европейский Союз начнет строить и вводить аналогичные барьеры, то есть отвечать на таком контролем ключе, соответственно, новые пошлины уже могут коснуться и автомобильной промышленности. Я, друзья, не знаю, к чему это проведет, но совершенно очевидно, что это уж точно в формате неопределенности очень серьезный риск для еврозоны. И кто знает, какое решение и когда Трамп примет следующим, оно может произойти в любой момент. Это крайне непредсказуемая фигура, вы сами в этом убедились. Поэтому по европейцу я все-таки считаю, что куда более сейчас правильно это сохранить, скажем, медвежий настрой и либо уже находиться в породких позициях, либо искать уровни для того, чтобы войти по более комфортным значениям и ценовым уровням. Ну и здесь вам нужна помощь даже технический анализ. Знаю то, что многие из вас постоянно используют его для того, чтобы, скажем, адаптировать фундамент к текущей ситуации и принять в итоге самое интересное инвестиционное решение. По евро-доллару мы с вами разобрали, по доллару-иене тоже, по британской валюты сейчас, собственно, даже на этой неделе выделить особо нечего. У нас в конце прошлой недели, пятницу, была еще статистика по промышленному производству. Хорошие данные, особенно если сравнивать их с статистикой прошлого месяца, точнее, позапрошлого, прирост на 1,3 в месячном выражении с минус 1,3, годовом 1,6, нуля. Соответственно, эта статистика поддержала британскую валюту. Я считаю, что мы сейчас должны сфокусироваться на новостном фоне касательно Брэкзита. Я бы не сказал, что есть что-то на повестке, что мы можем дождаться на этой неделе, но, опять же, в целом ожидания позитивные сохраняются. Это только говоря, вот, касательно, политики. Но есть еще у нас и такой фундаментальный макроэкономический стержень в виде ожидания роста процентных ставок вы про это тоже не забывайте. Поэтому по фунту, как я уже неоднократно отмечал, это, пожалуй, единственный рискл инструмент, в отношении которого я рассматриваю длинные позиции. И надеюсь, что мы сможем закрепиться выше отметки 1,4. Сейчас котировка 1,3856. Друзья, на этом, собственно, все. Хотел еще с вами поговорить по поводу ситуации, которая сложилась на рынке криптовалют. Но давайте тогда оставим уже до завтрашнего брифинга. Будет еще один повод присоединиться к прямой трансляции, для кого этот сектор финансовых рынков интересен. Поговорим про последние ключевые фундаментальные события, про тенденции, которые могут возразиться в ближайшее время. Ну, на этом все, друзья. Хорошей вам торговой недели, хорошей торговой сессии, если вы спекулируете внутри дня. Надеюсь, что наши долгосрочные идеи будут отрабатываться. Надеюсь, что евро будет пониже и доллар повыше. Соответственно, сегодня также еще пройдет вебинар в 16.30 по московскому времени, где мы снова обратим внимание еще раз на то, что было самое интересное на неделе минувшей. И посмотрим за основным фоном, который грядет на текущей неделе. Если есть возможность, огромным удовольствием вас приглашаю, присоединяйтесь к прямой трансляции в 16.30 по московскому времени. На этом все. Всего доброго. До свидания.